Закон о профессиональных союзах И мы знаем, что закон позволяет, разрешает, дает возможность и прочее Но это, так сказать, право А правом можно пользоваться и можно и не пользоваться Например, известно, что говорил Чернышевский по поводу так называемых прав человека Что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть Поэтому, скажем, приглашение права, использование этого права А право используется обычно уже в соответствии с другой категорией В соответствии с категорией экономических интересов В интересах тех или иных лиц Это другое дело и гораздо более сложное Но право есть Вот теперь, если мы поставим вопрос А как вообще воспользоваться этим правом? Чтобы воспользоваться этим правом, надо иметь Профсоюзную организацию Самые большие права у нас Законом предоставлены в Трудовом кодексе Это все описано Я уже говорил, что для вас Трудовой кодекс Это настольная книга На все время изучения этого курса И до зачета И что незнание законов Даже написано в других источниках Не освобождает от ответственности за их несоблюдение А у нас незнание законов Это еще и незнание содержания этих законов Так вот Закон позволяет И дает самые разные права работникам Если они объединились в профсоюзные организации А профсоюзные организации разных уровней бывают Это прежде всего первичная профсоюзная организация Она является организацией на уровне одного предприятия Или поскольку слово предприятие в законе Теперь не присутствует в Трудовом кодексе Нету предприятия Все предприятия называются и фабрики, и заводы Или сопильные комбинаты И что угодно И в то же время какие-то конторы Все называются организациями Если раньше как-то слово организация употреблялось По отношению к предприятиям в сфере Скажем услуг Или в сфере умственного труда То теперь все организации Поэтому речь идёт об организации А в этой организации может быть Создана профсоюзная организация Вот если профсоюзная организация создана Тогда есть такой постоянный представитель работников Если она не создана Нету такого постоянного представителя работников Ну поскольку буржуазному государству В общем-то безразлично Будете его создавать, не будете создавать Это ваше дело, вот вам право А дальше хоть не расцветай То есть если вы правом этим не пользуетесь Ну и не будете пользоваться Потому что дальше идет уже После того как профсоюзная организация добилась Того что создан коллективный договор А эта тема очень большая И мы темой будем специально заниматься И я вам принесу проекты коллективных договоров Действительные, которые действительно имели место Чтобы вы их видели, подержали в руках Проанализировали и сделали заключение Как специалисты Здесь же специалисты сидят, конфликтологи Вот они должны уметь определить и сказать Что тут положительного, что тут отрицательного Что вы тут товарища не доделали, а что сделали хорошо И это непременные условия для получения зачета Но это дело еще впереди А сейчас речь идет о том, что трудовое законодательство Трудовой кодекс России Позволяет вообще все делать без профсоюза То есть вы можете собрать конференцию Завода Фабрики, предприятия Пожалуйста, собирайте Никогда не собирали конференцию целого завода И вот обычные рабочие никогда это не делали Это очень сложное дело Как это сделать? Но формально вдруг, если какая-то инициативная группа Все начинается с инициативы А инициатива начинается со скольки человек? С одного С одного Правильно, с одного Вот один человек проявляет инициативу И ищет потом союзников себе, единомышленников Одного, второе, третье Мы говорили так В свое время мне приходилось участвовать в создании движения Коммунистической инициативы в 90-е годы Которая выступала против Горбачевской перестройки И требовала исключения из партии Антикоммунистической фракции Горбачева Проводящей антинародную политику Я, как тогда член Ленинградского обкома партии От Выборгского района Я поставил на голосование такое предложение Проголосовало 17 человек за А из 200 членов областного комитета партии Большинство я не получил Так что уже там тогда товарищи Из бывшей партийной антиклатуры Нацелились кто в банки Кто в генеральные директора Кто еще в какие-то конторы Вот, поэтому Как мы тогда рассматривали вопрос Один человек это кто? Это что? Пост Вот если Вы один человек Вы заняли позицию, это уже пост Не просто, что Вы это человек А позицию в каком-то спорном Вопросе, правильно? Два человека это что? Это уже Группа А три человека это что? Ну, три человека это уже организация Вот, но Значит, есть вот такая Неформальная организация Инициативных групп Они могут проводить работу Убеждать всех остальных В остальных Выходить в другие цеха А как Вы можете прийти в другой цех? Только, наверное, в обеденный перерыв А если у Вас обеденный перерыв в одно время А у них в другое Ну, как-то это вот трудно сделать Тогда их можно встречать Утром, когда они идут на работу И вечером, когда они устали Им не до чего А Вы начинаете с ним Со своими инициативами Обращаться То есть это очень сложная задача Но формально Вот если Вы Сумеете организовать Конференцию Вот эту конференцию Может избрать Орган И этот орган Будет Вашим представителем Никакого тогда профсоюза не надо Орган Ну, представим себе Что Вы избрали Потом один заболел Другой У другого проблемы в семье У третьего Командировка И как-то это все рассосалось И надежности нет Поэтому Несмотря на то, что С формальной стороны Можно и без всякого профсоюза Все делать Но это очень большая редкость Очень большая редкость И это очень трудно делать Без профсоюза Поэтому А что такое Профессиональный союз Вот Вы хотели найти единомышленников Вы единомышленники Ищите их не по политическим взглядам Правильно? А потому Чтобы совместно бороться За улучшение условий Труда и оплаты Правильно? А почему Поэтому Прежде всего Объединение Самое простое И самое естественное Возникает Профсоюзное Это Профессиональный союз У нас правда Все любят сокращать Вот я провожу кружок По диалектике Он его называет Все КЛГД Можно язык сломать Думаю А что это такое За КЛГД? Вроде как Баба-Яга Вот Поэтому Или например Говорят Восср Это что такое Не знаете Это Великая Октябрьская Социалистическая Революция Вот он Себя называет Полностью Родственников Полностью А Октябрьскую Великую Революцию Восср А инвалиды Великой Отечественной Войны Вов Инвалиды Вов Разные бывают Сокращения Я например Знал одного товарища На Кировском заводе Которого звали Вилорик Петров Знаете что такое Вилорик? Не знаете Я бы сам не догадался Если бы не знаком Был с этим человеком Владимир Ильич Ленин Организатор Рабочих и крестьян Сокращенно Вилорик В советское время Значит В Узбекистане Некоторых детей Называли Истмат Диамат Ну близко было К Исмату То есть К узбекскому Истмат Диамат А Гертруда Это что? Героиня труда Гертруда Вот так что Много таких было А уж Вилориков Там Вилоров Сколько угодно Владимир Ильич Ленин Октябрьской революции И так далее Ну на самом деле Тут некоторый Какой-то элемент Профанации В том что Вот берут Эти сокращения У меня кстати Мой родной дядя Имел имя Ким Михалыч Ким Как вы понимаете Имя корейское Но у него Ким означало Коммунистический Интернационал молодежи Ким Значит Мать моя У нее Имя по паспорту Пелагея Есть еще Екатерина Вторая сестра Третья Сестра Анастасия И Ким И коммунистический Интернационал молодежи Так что Всяко бывает В жизни Ну вот Конечно Вот так Инициативная группа Может Как угодно Организовать Как она считает Нужным Возможным Ходить Звонить По электронной почте Теперь можете сделать Страницу Вконтакте Называется Которая будет называться Конференция Такого-то завода И пожалуйста Собирайте Там потихонечку То есть Сейчас есть Возможность Еще и такая Организовывать Свой коллектив Ну а когда В какое время Можно проводить Конференцию Так вот Профсоюз Пошел бы Договариваться С начальством От начальства Профсоюза Не может Переговоров Отказать То есть Они по закону Профсоюза Должны общаться С профсоюзной Организацией Ну а со всякого рода Инициативной группой Вот вы и создадите И начнете там Требовать Чтобы цены понизили В столовых Кстати У нас понизили В свое время Вот здесь сменили Фирму Которая У нас Буфет Организовывает Они взернули До 300 рублей Минимальную Цену обеда И филологи Бунтовали Наши студенты И в итоге Появились Обеды По 100 рублей Сейчас уже Немножко забылось И они опять Потянулись Повыше Повыше Дескать и так Вы слишком много Получаете 1450 рублей Слишком большая У вас стипендия Даже Все Продолжается Научный эксперимент В стране Сколько могут люди Прожить Каким-то странным образом Вот вроде как И ты Больше чем На неделю Не накупишь На эту сумму С учетом еще Карточки А все равно Живут Что за народ Неистребимый Эти студенты Что только Делают Тогда приходится Просто вузы Закрывать Как вот закрыли Наше министерство Закрыло Половину Возов страны За три года Половину Вот успехи У нас есть же Какие-то Успех такой Вот вы Такой подвиг Не могли совершить А вот люди совершили Или допустим У нас было Пятилетнее образование Потом взять Один год убрать И сделать бакалавру Зачем А чтобы они Не могли поступать В аспирантуру Чтобы они Не могли Преподавать В ВУЗе И чтобы они Когда пойдут На работу Не имели В своем подчинении Больше одного человека Вот так вот По закону Поэтому Вот получается Что я так Тоже был студентом И закончил Вот у меня здесь Коллега есть Мы вместе учились Мы закончили Пятилетнее обучение Специалисты Детский специалист Плохо Давайте делаем бакалавру Это как лавра Красиво Что так звучит Но бакалавра Оказывается Что его Так сказать Этого лишили Того лишили Но если вы хотите За 6 лет Получите Те же самые права Которые специалист Имел за 5 И целый год Вам придется Или вашим родителям Сами себя кормить Или родители Вас будут кормить Пусть поработают Еще годик Если хотят Чтобы было образованное У них Сын или дочь Чтобы они пошли В аспирантуру Ну вот это Некоторые проблемы Уже наши А мы возвращаемся Снова к проблемам Заводские И когда вы можете Значит вам Никто с вами разговаривать И не обязан Тогда Если вы инициативная Группа Скажет Некогда мне с вами Разговаривать А секретарь Директора Для чего придумано Чтобы Не допускать К директору Правильно Даже есть такой Анекдот Про секретаря Бога Ей звонят По телефону Что мы Атеисты Хотели Встретиться С Богом Звонят Ей по телефону А она Им отвечает Бога нет И все А другой вариант Такой Что Секретарша Докладывает Богу Что вот Пришли Атеисты А он Говорит Скажи им Что меня нет Разные есть Варианты Зачем Секретарь Скажет Что занят Подписывает Документы Звонит По телефону Готовит Важный Приказ А тут И вы Пришли Это раз Поэтому Значит Вопрос В конференции Где должны Проводить Во-вторых Конференцию Надо проводить В какое-то Время Какое Время Не Принадлежит Руководству Предприятия А принадлежит Работникам Скажите Пожалуйста На заводе На фабрике Да Вот Человек Материалист Он Понимает Время Обеда Вот Во время Обеда Вот так Вы планируете Во время Обеда Вы можете Прийти И все Решить Если вы Хорошо Подготовитесь Чтобы вы Уложились За час Если Обеденный Перерыв В час Но В некоторых Организациях Обеденный Перерыв В разное Время То есть Вам Всех Собрать Вообще Не удастся Тогда Существуют Такие Приемы Уже Бюрократические Которые Если Их Использовать Если Их Знают Только Некоторые Люди И я В том числе Которые Могу Их Бесплатно Вам Рассказать Как конфликтологам По дружбе Поскольку Вы у меня Уже Учились И как бы У нас Одна Компания Значит Если У вас Нет Такой Возможности Собираться Сразу Всему Заводу Значит Можно Проводить Собрание По отдельным Коллективам С единой Повесткой Дня То есть Собрание Как бы Сделать Всего Коллектива Ну вот Так Один Цех Второй Цех Третий Цех Четвертый Цех Один Отдел Второй Отдел Третий Отдел Четвертый Отдел Если Одна И та Же Повестка Каждый Раз Вы пишете Всего В цеху Столько Человек В протоколе Дальше Присутствовало Столько То Присутствовало Сколько Должно Быть Чтобы Было Законно Чтобы Было Правомочно Больше Половины Если Собрание Собирается Правильно Дальше Голосовали По первому Пункту Столько За По второму Столько За Третьему Столько За И Должны Быть Избраны Председатели Секретарь Председатель Секретарь Подписывают Второе Подразделение Третье Может Это протянется В течение Месяца Может Полутора Месяцев Может Двух Месяцев А куда Вы спешите У вас И потом Будут Отбирать Лучшее Как Сейчас Всего Народа Взяли А забрали По пять Лет Хотели У женщин Слишком Они Красивые Забрать У них Восемь Лет И посмотреть Как они Будут Выглядеть Уже Когда В возрасте Еще Место Времени Отдыха Заслуженного Дать Пусть Поработают Они Женщины У нас На каких Работах Работают На всяких Например В литейном Цеху Делает На формовке В основном Женщины Вредная Поверилась Страшно Вредная На дорожных Работах Вы можете Увидеть Где угодно А кто У нас Красит Маляры Как вы думаете Что лучше Вдыхать Запах Цветов Или запах Матильной краски Ну вдыхают же Красят же А сейчас Вот для того Чтобы было Красиво В городе Дома Делают Леса И загораживают Чтобы было Красиво И вот сейчас Я сегодня Проходил По миллионной Улице И там Наше вот Здание Где раньше Было Управление Всего нашего Энергетического Хозяйства Такое Старинное Здание Красиво Так заделано Потемкинской Такой деревней Стало А там Леса И там Работники С одной стороны Хорошо Им теперь Там не так Холодно Ветер Там их Не продувать С другой стороны Там уж Если какая-нибудь Краска Или какая-то Ядовитая Смесь Она уже От них Не уйдет Вы же Пожалуйста Ей вдыхайте Или если Они там Вот сейчас Сначала Прежде чем Начать Красить Или Начать Что-то Устанавливать Какую-то Новую Плиту Или новую Штукатурку Надо ободрать Старую Когда она Обзирает Весь этот пыль И гарь Куда идут Легкие идут И далеко Не уходят Поскольку Тут все это Сделано Загорожено Далеко Где-то Не уходят Так вот Подписали Сделали Протокол Для одного Сделали Второе Такое Собрание Уже В другой День В другое Время Для другого Цеха Третьего Четвертого Пятого И пока Вы этого Не сделали Надо ходить И что-то Требовать От начальства Ну как Вот вы требуете Вот скажем Вот она Вот требует И я ее уволю Вот этот Придет Я его уволю Не Не за то Что они Ко мне пришли Я найду За что уволить Таких дураков Нет Увольнять Прямо за то Что пришел Нет Он будет доказывать Что это из-за того Что на меня Так посмотрел Нет Просто Не соответствует Своим обязанностям А в чем Не соответствует А вот я соберу Вот этих людей Которые вам не очень Не известны Мы втроем Это и решим Что он не соответствует А вы кто такое решать Вы вот Вы там Если вы Занимаетесь Токарной работой Идите Обработать Точите Это не ваше дело И все Поэтому Вот у нас есть Горячие головы Которые Сейчас кричат Бунтуют Мы пойдем И что вы пойдете Что вы против Вот какая Сейчас сообщают Что против Пенсионной реформы Для кого это новость Скажите пожалуйста Есть хоть один человек В стране Хотите Рабочий класс Хотите Буржуазию возьмите Хотите Мелкую буржуазию Которую не знаю Что 90% Против Пенсионной реформы По самым Низким оценкам Уже ниже нету Больше 80% И вот мы говорим А мы хотим заявить Что мы против Ну заявили Что мы против Давайте я вот сейчас Вот вам выставлю Всем не зачет А вы будете против И что И что И что добьетесь Ну у вас какая программа У вас позитивная программа Быть против незачета Или освоить курс И получить заслуженный зачет Правильных направлений Одно Вот одно направление А все остальные Это все против То есть если вы за что-то одно Выступаете То вы против всего остального Если я иду на север Значит я на юг не иду И на восток не иду И на запад не иду И я во все другие азимуты Отрицаю Правильно? Это вот мы с вами Философию изучали И мы должны Философски на это смотреть Что правильное направление Это абсолютное отрицание Всего кроме вот этого направления А вместо этого Говорят Ну и вы против А если вы против Неизвестно куда вы пойдете Совершенно непонятно Вы против того Чтобы идти направо Ну вы может против А пойдете ли вы налево Вообще неизвестно Может вы просто останетесь Здесь и будете сидеть То есть из-за негатива Ничего не следует Ничего не ясно И вот народ у нас сейчас Погряз в этом самом негативе И вот задача конфликтологов В том числе Ну научить людей Правильно бороться За что? Ну не за наши же интересы За свои собственные За свои собственные Вы хотите научиться бороться? Ну так вы сначала Это должны сформулировать В чем они состоят Эти интересы Ну и организоваться для этого Организоваться не так-то просто Вот так эта инициативная группа Ходит и проходит Вот она если пройдет По всему заводу И получится Потом пишется общий протокол Всего приняло участие В собрании Это называется протокол Собраний Такой-то организации Работников Такой-то организации По подразделениям Всего в собраниях По подразделениям Приняло участие Допустим Четыре тысячи человек Так Из них По первому вопросу За Три пятьсот По второму вопросу Три семьсот По третьему вопросу Три двести Везде большинство Итого Прошло Что можно таким образом утвердить Таким образом Можно утвердить Требования к администрации И просьбы Приду я к вам Маша Дайте нам то Все Пятое Вы скажете Иди отсюда Попрошай-ка Это один разговор А требования Это что-то Это уже близко К конфликту Правильно Что такое Если я требую То значит Если мне выполнят Это требования Что-то будет То есть Если человек Ничего не имеет За душой И что толку Что он будет Вот я требую От вас Знать трудовой кодекс Что у меня за душой У меня за душой То что я буду За счет ставить Больше никто Ну как я буду От вас требовать Если я ваш Не преподаватель Смешно даже Сейчас вот зайдет Он говорит Мы от вас требуем Чтобы вы делали Скажут Да идите Это и требуйте Кто хотите Вы нам никто Чтобы требовать Нужно иметь Что-то В загашнике Какую-то силу Почему Потому что конфликт Мы с вами уже Этот вопрос разбирали Это не спор Спорить мы можем С вами бесконечно Я буду говорить одно Будете говорить другое И для того Чтобы вообще спорить Ничего не надо знать Да я всегда Мой Что бы вы ни говорили Скажите Дважды 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 Я скажу Нет Я считаю Что Семь Вы скажите Нет Дважды 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 Я скажу Нет А я считаю Что И что Ничего То есть спорить Можно просто Спорить И говорить Противоположные вещи Сколько угодно А конфликт Это Как мы Это обострившиеся Противоречия Сторон Какого-то отношения Которое Не сводится Только к разговору И спору Это такое Противоречие Которое Обострилось До такой степени Что Сила аргументов Заменяется Аргументами Силы А в чем Сила коллектива А сила коллектива В одном Если вы смогли Собрать собрание И выдвинуть Требования Мы сейчас Не говорим Какие Требования Хоть какие То Значит Вы можете Собрать собрание И выдвинуть Требования Которые Обязательные Для рассмотрения Потому что Если вы Эти требования Выставили По закону По трудовому кодексу Работодатель В лице Генерального В трудовом кодексе Имеется Специальный Раздел Который Называется Коллективные Переговоры И вот Поскольку Значит Мы с вами Говорили о собрании Кроме требований То надо Конечно Для реализации Этих требований В протокол Включить Потому что Потом По второму кругу Придется ходить Опять по всем цехам Сразу Что Для реализации Этих Избирается Такой-то Комитет В таком-то составе Значит Во всех подразделениях Должны проголосовать За одних и тех же людей Пять человек Или семь человек Или восемь Ну сколько вы решите Столько и будет Кто это решает А инициативная группа Все делается По инициативе Приняли решение Вот этих людей И вот эти люди Могут пойти на переговоры Тогда они обязаны По закону И Тогда Этих людей Обязаны По закону Освободить От работы С оплатой По среднему На период Не более трех месяцев То есть Вы будете ходить Требовать Меня То что вы Там Коллективно Написали А я должен вам Оплачивать То что вы ходите И меня тут Заберете За год Обязан Я оплачивать А иначе Вы можете Подать в суд И меня будут Судить Потому что Я не выполняю Трудовой кодекс Так что Это вот Великое дело Значит Еще раз Называю Как это называется Составление Единого протокола О собраниях По подразделениям А что выше Собрание или конференция Собрание выше Правда? Вот для собрания Достаточно больше Половины И все Чтобы было У вас Легитимно Так сказать Принимаемое Это ваше решение А если Это конференция То вы сначала Придумали Что у вас будет конференция От 100 человек Один Допустим У вас 2000 Человек На Заводе А вы От 100 человек Избираете От каждых 100 человек Одного Будете ходить И избирать В каждом подразделении Делегатов На конференции По другому пути Пойдете Не по пути Собрания По пути конференции Ну Значит 2000 делим На 200 И что получается От скольки Получается Один От 100 человек Да 100 на 20 Как раз И будет 2000 То есть От 100 человек Один Делегат Кто это Определяет Норму делегирования Кто определяет Инициативная группа Определяет Ничего нет уже Люди Сами снизу Сами определяют У нас люди Не умеют Сами решать Хотя люди В 17 Году Умели Сами решать Сами взяли И сделали Восьмичасовой Рабочий день Кто сделал Восьмичасовой Рабочий день Рабочим На заводах В 17 Году После буржуазной Революции Буржуазия Нет Буржуазия Она даже У феодалов Не отняла Землю Хотя это Ну вот Если бы вы были Буржуазии Должны были бы У феодалов Отнять землю Ну подумайте Это входит в задачу Буржуазной революции Или вы А вы придумали Другое Давайте идите на войну За пролив Нет Вы давайте Землю нам отдайте Разделите по едокам Это какая мера Разделить землю По едокам Отнять у помещиков Разделить Буржуазная Или социалистическая Да ничего тут Социалистического Вообще нет Как только вы Разделите Опять будут Богатые И бедные И снова Будут Середняки И бедняки И к 28 Году Такая картина Уже сложилась Поэтому Опять Надо было Делать Социалистическую Революцию В деревне Которая Называется Коллективизацией Это Социалистическая Революция В деревне А у нас До этого Был Социалистический Город И Буржуазная Деревня А я что вам говорю Что я вам говорю Ну что Дмитрий Анатольевич Говорит Денег нет То есть не то Что их вообще нет На вас нет На меня есть На мою семью есть На моих друзей есть На моих коллег есть На острова есть На виллы На яхты На корабли Вот здесь корабль Ну что я с вами Буду разговаривать Подумать Ну что вы пришли на переговоры Был бы у вас корабль Мы бы поговорили Какая у вас яхта Какая у меня яхта У вас может быть там Круизный какой корабль Мне было бы интересно Послушать Сколько стоит О это много Ну надо еще поднажать А как поднажать С вас подстричь еще Если вы работники И получите Деньги на яхту А откуда деньги берутся Деньги Это что такое Это просто товар Эквивалент Поэтому Чтобы его получить больше Надо эксплуатировать Больше рабочих Как у нас сейчас Эксплуатируют Рабочих в России Очень просто В 8 часов рабочий день За 1 час Вырабатывается зарплата Остальное время Рабочие работают На что? На обогащение того Кто его эксплуатирует Вот хорошо же так Что вы будете на меня работать А я буду сидеть И складывать это Стопками деньги Которые За счет вашей работы Я получил Мне нравится Это вот складывать А вам может Не нравится Ну вы же Я вам плачу А для того Чтобы вы Не бузили Я называется работодатель Я вам работу даю Уже должны быть За это благодарны Бесконечно А вы еще и зарплату требуете Да что народ Нахальный пошел Я даю им работу И даю еще и зарплату Еще требует сократить Рабочий день Еще чего Работаете Утром Солнце Видите Встало Значит пора работать А вечером Зачем оно садится Это сигнал Что заканчивать надо Спать надо Отдыхайте спокойно Чтобы завтра Со свежими силами Пришли и дальше вырабатывали Потому что у меня Еще три острова Не докуплено Так Итак То есть это сложная Такая история Поэтому Вроде бы кажется Ну что эти переговоры Как бы у меня Не уговаривали Как у меня Вы хотите миллион У меня из кармана Вытащить Вы понимаете Что это задача Неразрешимая Вот как вы так будете Говорить Что вы такое Можете сказать Чтобы я вам отдал миллион Я не знаю Я вот много выступаю Но у меня такого красноречия Нет Чтобы убедить Кого-то Отдать мне миллион Нет такого Это немыслимое дело Ну немножечко Помочь могут Если дело благородное Люди помогут Но чтобы отдать Вот миллион У миллионеров Да ну что Это очень сложно Ну и все равно Есть такие Были такие Капиталисты Вот например Савва Морозов Большевикам помогал Шмидт Помогал Рабочим в Москве В период декабрьского Вооруженного восстания Купил им оружие И большую сумму денег От Савва Морозова От себя отдал Большевикам А меньшевики Потом Их вот забрали Эти деньги И когда Ленин стал требовать Обратно Большевикам Поскольку для большевиков Это предназначалась сумма Они устроили Так сказать Судилища Пригласили Германских Социал-демократов И те по-честному Чтобы судить Собрали деньги себе И так Германию увезли И на этом Деньги большевиков Которые им дали Капиталисты И плакали Так что Не очень здорово С этим получается Бывают такие эпизоды Но вот такая редкость И такая беда А зачем там нужны Эти переговоры А за тем Что вот вы Людям объясняете Что не будет Никаких уступок Пока вы не сделаете Забастовку А вам не верят Чтобы люди Убедились На своем опыте Люди Из книжки Не учатся Из выступлений Не учатся А люди учатся Как? Из жизни Вот пусть они Поучаствуют И вот вы давайте На эти переговоры Сидите и переговаривайтесь Со мной А я вам каждый раз Деньги И скажу А какая у вас прибыль А это Это военная тайна Это я вам не придумываю Я участвовал В переговорах В порту И прямо вот Так сказать Человек Работодателя Такой Вежливый Хороший Говорит Это военная тайна Ну не скажут вам Тогда наш представитель Первый заместитель Председателя Правкома Выступает И говорит А вы обязаны дать Да Они обязаны А дадите Нет Не дадут Никто вам не собирается Никаких сведений Не сообщать А вам зачем Сведения Вот я тоже Не очень понимаю Я там Консультант был Говорю Ну не надо нам Этих сведений У нас есть требования Вы требования Выполняйте Мы у вас И не спрашиваем Какие у вас там Прибыли Если вы допустим Закупаете электроэнергию Есть цена на электроэнергию По этой цене И давайте Можете купить Ну закрывайте Свою фирму А если вы С рабочими Имеете дело С работниками Вот есть цена Их рабочей силы Давайте посчитайте Если вы не можете Эту цену оплатить Ну закрывайте Свою лавочку Зачем тут На эту тему Разговаривать Тем более Что мы с вами знаем Как конфликтологи Что с разговорами Не решишь проблем Без конфликта Некоторые вопросы Не решаются Самые крупные вопросы Войны Мира Жизни народов Решаются Через конфликт Вы знаете Чтобы какое-то Было крупное Такое изменение В жизни Какого-нибудь Какого-нибудь Народа В историческом Развитии Потому что Один пришел И народ убедил Знаете Такой нет Какой-то Такой Древний Конфликтолог Какой-нибудь Может Господь Бог Убеждал То тот Говорил Наоборот Вы там Воздали По одной Щеке Стукнули Вы другую Подставьте То какой-то Он Не конфликтолог Был Или Допустим Вот он Объяснял Что Богатому Не пройти В рай Это легче Верблюду Пройти Через игольное Ушко Чтобы Богатому Попасть В рай Какой вывод Из этого Надо сделать Правильно Что Богатые Должны Рай Сделать На земле Потому что Никаких Шансов На небо Попасть Это у вас Есть шансы Все Студенты Они сразу Как святые Идут 1450 рублей Пенсии Прямо За святые Вы уже Святой Прямо Можете И так Святой Святая Татьяна Святой Лидия Святой Михаил А богатые Ну Представляете Ну Раз нам Не попасть В рай Никак Да Легче Верблюду Пройти Через Вольный Ушко Поэтому Вы должны Нас Понять Мы Здесь Должны Раз Здесь У нас Другого Просто Выхода Нет А раз У нас Нет Другого Выхода Вы хотите Нас Переговорить Вот На Переговорах Ну Правда Нас Учат Как Вести Переговоры Как Это Все Красиво Говорить Но Вы Должны Понимать Что Если Вы Будете Говорить Говорите Что Хотите Но Я Кошелек Достану И Не Отдам Да У У меня Единоличных Нет У У У Безналичные Да И вообще У меня Есть Люди Которые Эти Деньги Держат Сейчас Вообще Надо Сказать Вот Если Вы Представляете Себе Современную Экономику И Современных Олигархов Вот Как Бо Я Организовал Производство Если Я Был 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 Собственником Большой Крупной Компании Пойдете Ко Мне Генеральным Директором Сколько Вам Не слышу 200 200 200 Нет Таких Не беру Несерьезный Вы Человек Ну Вы Хоть Поинтересуйтесь Вот В Газпроме 15 Миллионов В Месяц Роснефти 28 Миллионов Так В Сбербанке Куда Старушки Все Деньги Несут Там 24 Миллиона Вы Откроете Интернет И Наберите Заработная Плата Советов Членов Советов Директоров Ведущих Российских Компаний Ну Что Вы Это Значит За Уровень У вас Какой-то Деревенский Все Вас Запарковал Я Полностью А Вы Не Пойдете Ко Мне Генерального Директора Боитесь Ответственности Ну Кто То Есть Такой Хочет Лучше Жить Не Хотите Вот Товарищ Пойдешь Ко Мне А Сколько Надо Вы Не Знаете Как Раньше Были Вот Приходите Вы Барин Барин Говорит Ну Сколько Можешь Водки Выпить Сколько Вы Можете Выпить Водки Не Знает Не Беру А Второй Вот Рядом Сидит Говорит Ведро Беру Почему Потому Что Вот Этот Меры Не Знает А тот Знает Меру Свою Он Выпил Водку И Работает А Этот Он Так И Не Знает А Будет Нет Такие Работы Не Нужны Короче Говорит Если Человек Рассчитывает На 200 Тысяч Он На Этот Уровень Не Тянет Ну Сколько Вы Хотите В Месяц Что Никого Не Найти Тут Что Ли Здесь Ну Я Пойду В Другую Группу А Вы Будете Работать Вы Это Вы Не Продешевите Сколько 35 35 Чего Нормально 35 Миллионов Сколько Сколько 35 Нормально Значит 35 Миллионов Но Условия У меня Очень Простые Я Уезжаю На Острова Посмотрите Вот Выйдите Видите Что В Ленинграде Творится Я Уезжаю На Остров И Там Буду Все Время У У вас Электронная Почта Есть Вот Вы Получаете 35 Миллиона Все Организовываете Производство И Прибыль Должна У нас Только Расти Как Только Прибыль Начнет Падать Вы Больше Не Генеральный Директор Поняли Вот Что Мне Еще Нужно Вам Сказать Все Ясно С Дальше Все Вы Организовываете Вы У нас Кто Менеджмент Верховный Руководитель Генеральный Директор А Мне Зачем Вот Это Я Все Буду Мне Не Надо Знать Что Вы Там Производите Да Что Хотите Производите Главное Чтобы Прибыль Росла Структуру Можете Менять Но Имейте Ввиду Как Только Я Получаю От Вас Электронную Почту Чтобы Прибыль Снизилась Все Тогда Мы Ищем Есть Еще Кто Нибудь Есть Желающий Заменить И Все Понятно Да Условия Очень Хорошие Вы Никак Никто Вас Не Сковывает Инициатива Пожалуйста А Мне Совершенно Не Нужно Заниматься Управлением Происходит Отделение Управления От Собственности Это Уже При Марксе Было Известно Что Есть Управленцы А Собственники И Потом Они Эти Управленцы Получают Уже Такие Суммы Что Они Потом Могут Через Некоторое Время Скажут Да Чего Я Все Время Ему Все Делаю И Отправляю Я Сколотил Он Фирму Свою Создал И Начинает Ищет Себе Генерального Директора То Суммы Которые Получают Что Вы Думаете Это Зарплата Что Ли Руководителей Роснефти Или Газпрома Или Сбербанка Ну Какая Это Зарплата Зарплата Это У нас Средняя Зарплата 40 тысяч Если Шахтеры 40 тысяч Получают Ну Могу Я Больше Трудиться Чем Шахтер Как Вы Думаете Видите Я Тут Деньги Наши Увез В Америку Сейчас Предложил Пенсионную Реформу Говорит Ничего Не Сделать С нашей Экономикой Только Повысить Только Собрать Деньги С пенсионеров Так Вы Ответственность Понимаете Что Вы В каком Университете Учитесь Вот Так А мне Какая Лежит Ответственность Я Не Могу Пропустить Кто Плохо Будет Заниматься Зачет Не Получит Кто Не Будет Знать Тем Более Вы Вообще Не Знаете Сколько Вы Пить Можете С Такой Постановкой Вопросов Вы До Зачета Определитесь Ну Вот Поэтому А в чем Смысл Переговоров Ну Для Работодателя Понятно Пускай Они Болтают Там Да Буду Я Платить Этим Восемь Человек У меня Ничто Правильно Ну Восемь Человек Зарплату Умножили На Восемь И пусть Они Сидят Зато Нет Ни Запасовки Ничего Это Идет Пусть Болтают Болтают И болтают Но Если Люди Толковые На Этих Переговоров Они Освобождены Переговоры Проходят Раз В Неделю Допустим Два Часа А Все Остальное Время Вы Находитесь На Работе И Можете Ходить Вот Тут Вы Можете Свободно Ходить По Цехам По Делам Поскольку Вы Уполномочены Вы Приказом Директора Освобождены От работы С оплатом Посреднему Для Ведения Переговоров А Вы Переговоры Не от Себя Лично Ведете От Коллективов Правильно От Работников Ну Так Вы Ходите По Работникам Чего Вы Туда Пришли А Я Должен На Переговорах Вам Доложить Позицию Работников Поэтому Я Должен Пойти В Эту Бригаду И В Ту Бригаду И Вы С утра До Вечера Должны Общаться С кем И Что Вы Должны Готовить К тому Чтобы Выступать Едино С Едиными Требованиями Требования Уже Есть Но Эти Требования Должны Выставить Уже Теперь Когда Закончится Время Переговоров Не Для Переговоров А Для Начала Коллективного Трудового Спора Это Так Называется У Нас В праве На самом деле Для начала Конфликта Который Должен Завершиться Чем Забастовкой А Забастовка Должна Завершиться Если Вы Хорошо Подготовите Вашей Победой А Если Вы Плохо Подготовите Вашим Поражением Только И Всего Ну Вот Это Все Очень Сложно Вот Поскольку Это Такая Длительная Процедура И Это Для Того Чтобы Подготовить Забастовку Формально Ну Нужно 31 День Ну Там Пройти А Вот По Существу Начиная С того Что Вы Начинаете С Первых Разговоров Со Своими Коллегами И Так Далее Это Потребует Может Пол Года Может Год Ну Так Десятилетия Проходит А жизнь Все Хуже И Хуже Десятилетия Проходит Вот Заработная Плата Работников России В прошлом Году Была 92 С половиной Процента От уровня 2013 Года Инфляция Которую Задает Центробанк 4% Означает Постоянное Изъятие Доходов Вот У вас Стипендия Есть Но У вас Из нее Все Время Изымают С помощью Инфляции Что Такое Инфляция Кто Ни Скажет А Можно Так Сказать Но Это Не Так Раскрывает Содержание Ее Инфляция Есть Повышение Цен На Все Товары Кроме Товара Рабочая Сила Зарплату Никто Не Собирается Повышать Цены Растут А Как же Цена Рабочей Силы А Цена Рабочей Силы Это Зарплата А Чтобы Это Не Привязывали К Рабочей Силе Зарплату Называют В кодисе Трудовом Как Вознаграждение За труд Награду Вам дают За то Что На меня Из 8 часов 7 часов На меня Работаете Вам Награда То есть Зарплата За 1 час 1 час Вашего труда Эквивалент Вашего труда И вам Отдают А 7 часов Мне Справедливо Все По-честному Мы С вами Договаривались По поводу Цены Вы Сами Пришли На это Заключили Трудовой Договор Договаривались Мы Так Поэтому Когда Люди Договариваются И принимают Их на работу Они Ничего Не Могут Доказать Отстоять И добиться Почему Потому что Они одиночки А с одиночкой Как вы будете Бороться Против Империи Какой-то Капиталистической Это невозможно А вот Когда Вы С коллективом Имеете Дело Ну Тогда Другое Дело Ну Вот Только С этого Момента Вот Можно Говорить О Начале Коллективного Трудового Спора И о том Как его Разрешать Какие Этапы Проводить И как Готовить Забастовки Но Я думаю Из того Что я Уже Сейчас Сказал Ясно Что это Дело Непростое И это Дело Трудное И когда Некоторые Просто Вот сейчас Митинги Были Кричат Забастовка Вот кричать Я могу Забастовку Организовать Не могу А кричать Давайте Громче Крикнем Забастовка Еще громче Давайте Крикнем И что А ничего От того Что Вы покричите Ее не будет Это очень Сложное Дело Потому что Вы так Организуете Что Будет Не работать Допустим Меньше Половины Тогда Получается Что у вас Не забастовка А просто Срыв Производства И тогда Как бы Тут вас Не обвинили В том Что вы Подрываете Производство Забастовка Все Остановиться Должны Ну Или Большинство По крайней мере Правильно А иначе Это Если Один Два Три Остановились Так Вы Прогульщики Я вас За прогулу Увольняю И все И вся Проблема Если я Работодатель Или его Представитель Генеральный Директор Так Что Возвращаемся К тому Что Насколько Это Сложное Дело Что Несмотря На Это Замечательное Право Которое Нам Дает Закон Трудовой Кодекс Сделать Все Без Профсоюза Без Того Чтобы Были Люди Постоянно И специально Этим Занимались И считали Что Это Общественное Им Поручение Без Этого Не Пойдет Так Просто Не Получится Трудно Очень Сделать Поэтому Первое Что Стали Делать Рабочие Для Защиты Своих Интересов Это Стали Создавать Объединение По Профессиям Вот У Маркса Есть Такая Работа Нищета Философии Это Ответ На Книгу Продона Философия Нищеты И Вот В этой Книге Маркс Пишет Что Начинается Борьба Рабочего Класса Исторически С Борьбы За Зарплату А Потом Больше Ценится Уже Борьба За Права На Объединение То есть За Объединение Профессиональные Союзы Почему Потому Что Если Вы Объединились И У вас Не Просто Масса Людей Много Людей Рассыпи Взятых А если Вы Организовались По Профессиям Тогда У вас Есть Большие Шансы Добиться Того Что Вы Требуете А если Вы Не Организовались Даже По Профессиям По Профессиям Это Союз Единомышленников Или нет Да Или нет А Нет Это Не Союз Единомышленников Никто Тебя Не Спрашивает Какие У тебя Политические Взгляды Воззрения Учения Вот У нас Есть Единые Требования Связанные С тем С той Профессией Которой Вы Занимаетесь Вот Если У вас Вредная Работа И требования Такое Чтобы Давали Молоко А Если Есть Такие Виды Вредности Когда Молоко Не Помогает Надо Пексины Давать То есть Мармелад Надо Чтобы Вы Давали На Работе А Тут Наверное Все Монетизировать Сейчас Давайте Мы Вместо Мармелада Или Место Молока Дадим На Работе Деньги На Эту Сумму Деньги Обесценятся Естественно Потому Что Так Бы Это Молоко На Него Тоже Цены Растут А Так Деньги Обесценятся Во-первых А во-вторых Деньги Вам Не Помогут Деньги Некоторые Товарищи Могут Использовать Товарищи Некоторые Так И Не Определились Сколько Им Надо Выпить Ну Поскольку Денежки Неучтенные Тоже Какие-то Пошли За Вредность Ну То Самое Вредное И Выпил И Все Это Наркотик Вот У нас Конфликтологи Занимаются Наркотиками Наркотик Кто Скажет Что Такой Наркотик Что Вы Не Знаете Может Вы Только Едите Одни Наркотики Только Не Знаете Что Это Наркотик Как Тогда Определить Что Вы Кушали Сегодня На Завтрак Можно Я Скажу Значит Во-первых Наркотик Это Вредное Вещество На Таких Вредных Веществ Сколько Угодно Вот Я Не Советую Сейчас Подойди И Грызть Это Стол Ничего Полезного Для Желудка Не Будет Тем Более Покрашено Это Все Вот Мел Слоны Едят Им Такие Очень Хорошо Давать Ничего Страшного Не Будет Ничего Хорошего Тоже Не Будет Хотя В Принципе Кальция Нужен Организму Это Кальций Можно Сказать В Виде Такого В Виде Такой Конфеты То Есть Вредное Это Одно Дело А Наркотик Это Не Просто Вредное Вещество Это Такое Вредное Очень Вредное Вещество Первым И Главным Свойством Которое Является То Что Оно Сламывает Сопротивление Его Подсел На наркотики Он Потом Не Может Остановиться Самостоятельно И Даже С Помощью Товарищей Не Может И Даже С Помощью Общества Потому Что Дальше Подшиваются Например Эти Пьющие Я Имею Ввиду Сравнительно Слабые Наркотики Такие Как Водка А Курева Видели Как Мучаются Люди Которые Хотят Бросить Они Все Время Бросают Покурят И Бросают Вот Около Нашего Прямо Здания Отходят Теперь 15 метров Ити от входа По закону Они Курят Бросают Курить Потом Приходят Опять Бросают И все Бросают И бросают Бросают Ну и в урну Поставили Чтобы они В урну Бросали Курить Это Это Очень Сложно Откурив Сложно А Представьте Себе Принесли Детям В школу Попробовать Для интереса Таблеточки Раз Таблеточки Два Таблеточки Три Таблеточки Четыре Потом Говорят Ну теперь Уже Не бесплатно У тебя Мама Давала На завтрак Денежки Давай Денежку Тебе Таблеточки А потом Уже Этих Денежек Не хватает Которые Мама Давала А у Мама Там Посмотри Где Денежки Лежат И Приноси И дальше Больше И пошло А потом Начинают Люди Уже Нападать И Убивать Потому Что Их Конечно Можно И Нужно Обвинять В Убийстве Но Понятно Что Они Уже Не Могут Они Должны У вас Деньги Эти Забрать Иначе Они У них Лом Поэтому Выход Один Если Бороться Наркодиками Не Употреблять Вообще А Не Так Как Некое Давайте Понемногу Понемногу Это Означает Вы Переступили Рубикон Ну Вот Такая Задача Очень Сложная Которую Нужно Решать Работникам Тем Более Даже Слово Коллектив Законодательство Не Вставили Нет Такого Слова Коллектив Есть А Слова Нет Ну В русском Заке Есть И Это Артель Коллектив Это Не Истребимое Слово Конечно Потому Что И Дальше В законе Мы Видим Коллективные Переговоры Прямо Раздел Коллективные Переговоры А Коллектива Нет Потом Мы Видим Коллективные Трудовые Споры А Коллектива Нет То То Все Это Осталось Ну Правда В Прилагательном Вот Поэтому Нужны Союзы По профессиям Почему По профессиям Потому что Интересы Одинаковые Что такое интересы Мы с вами Вообще-то Изучали Когда Курс Велософии Был Ну У нас Есть Такое Свойство Человеческой Помыти Забывать Есть Кто Не Забыл Что Такое Экономические Интересы Вы Помните Нет Вот Сколько Вы Будете У меня Получать Вы Помните Сколько Вы Затребовали Когда Да Сегодня 35 35 А Интересы Это Знаете Что Такое Отмеченные Потребности Чего Чего Что Такое Предмеченные Потребности Не знаю Что это Где Такое Взяли Интересы Дорогие Товарищи Это Такая Характеристика Положения Людей В Системе Производственных Отношений Которые Показывают Что Им Объективно Выгодно Такая Характеристика Положения Людей В Системе Производственных Отношений Которые Показывают Что Им Объективно Выгодно Что Что значит вам выгодно? Выгодно, значит, улучшает ваше положение. И что ухудшает? То есть они выгодны. Что им выгодно, что не выгодно. И в какой степени? Если более заинтересованы, значит, в большей степени улучшают, менее заинтересованы, в меньшей степени улучшают. Люди борются за свои интересы. Гегель говорил, интересы двигают жизнью народов. Интересы, потребности. Потребности у собаки есть. И у кошки есть потребность. Есть у кошки потребности? Есть. А интересы у кошки есть? Что-то я не слыхал такое, чтобы у него были интересы. А интересы характеристика положения людей уже. А потребности есть у всех животных. В системе производственных отношений. Вот что выгодно студенту? Можете мне сказать? Вот не про себя, а вообще любому студенту. Ведь если вы студент или студентка, значит, у вас есть определенное положение в обществе, правильно? В общественном производстве. Вы производитель или потребитель в обществе? Так вы в системе производственных отношений потребитель. Так вам выгодно повысить стипендию или понизить? Это нужно меня вас спрашивать, чтобы узнать? Или можно и без спрашивания, без вопросов? Я и сам могу додуматься, да? Что выгодно студенту? А вот мне, что выгодно. Вы можете сказать? Я вот у вас преподаватель. Что мне выгодно? Вот мне выгодно, чтобы плохо учились? Не выгодно. Зачем мне это вот нужно? А кто больше заинтересован в получении прочных и глубоких знаний? Вы или я? Ну вы, конечно. Кто у нас главный человек в университете тогда? Вы или я? Ну не стесняйтесь. Ну кто? Ну если университет для чего? Для обучения же студентов, а не для того, чтобы преподаватели сидели и рассказывали. Что для этого я могу и без вас рассказывать? Ну вот, пожалуйста, сейчас будут рассказывать, все будет записано. И что? Студенты. Почему? Потому что вы больше заинтересованы. Я заинтересован. Сказать, это вот моя студентка. Она вот добилась таких-то успехов. Или наоборот. Вот Худрин, он наши деньги в Америку увез. Ничего хорошего. Я в этом не заинтересован. Ну вы, наверное, больше меня заинтересованы, чтобы у вас были лучшие знания. Правда? Потому что вас это касается непосредственно, а я уже посредственно скажу. Вот это да, это моя студентка. Скажет, вот она какая, каких у нее успехов. Это неудивительно, это моя студентка. Конечно, я тоже в этом заинтересован. От того, что я вам наставлю незачетов, и что от этого? Ну кому будет хорошо? Вам будет хорошо, вам будет нехорошо. А мне и мне тоже нехорошо. Все равно вы ко мне вернетесь пересдавать. Опять встретимся. Ну тоже, если надо чаще встречаться, тогда да. То есть, если из этого исходить. Понятно. То есть, вот экономические интересы. И люди, имеющие одинаковое положение. Если вы работники одной профессии, токарь у токаря, независимо от того, что у него в голове, как он относится к Путину, к Медведеву, к Иванову, к Петрову, к коммунистам, к либералам, к кому бы он ни относился. Экономические интересы у них одинаковые. Почему? Потому что у них общее экономическое положение. Поэтому объединение по профессии. Не по взглядам. Вот партия, например, мы с вами это изучали, это союз единомышленников, да, это авангард класса. Но тут в партии, если в партии это разномыслие, это вообще не партия. Это единая позиция, теоретически выраженная, там, в программе, зафиксированной в уставе, зафиксированной в решениях, зафиксированной догадкой. А если это профсоюз, ну вот вам выгодно повысить стипендию? И вам выгодно повысить стипендию, и вам. Вам выгодно, чтобы здесь были хорошие аудитории, чтобы здесь было светло, а не темно? Выгодно. А если здесь вот выключат свет? Да еще вот батареи не будут работать. Тут у нас мы вместе со студентами на их сфате в этом большом зале, находились там, где вот такой подъем зимой. В пальто все сидят, бедняги, а я должен у них экзамены принимать. Ну сейчас вроде как-то решили эту проблему. Ну не сами же студенты эту проблему решают, это решают же другие люди. Или вот мы сюда приходим с утра и видим, как вот эти черные ковры, и кто-то их моет, убирает, и тут все вытирает. То есть есть люди, которые как бы они не преподаватели, и не студенты, но они обеспечивают нашу с вами деятельность. В чем они заинтересованы? Ну они тоже, наверное, заинтересованы в том, чтобы меньше здесь пачкали, меньше ломали, и в том, чтобы у них зарплата была не такая нищенская, какая у них есть. Или гардеробщики. Вот, дескать, вы сейчас вот удлинят вам всем, будете вы, к примеру, когда уже будет вам за 50, за 55 гардеробщиками работать, или гардеробщицами. А кто работает гардеробщицами? Потому что изначально они что, по призванию пошли в гардеробщики, или никуда не взяли? Вот я вам хочу доложить, что я разговаривал с одним гардеробщиком без 15-12, а потом в 12 часов вернулся, а он умер уже. Вот в нашем гардеробе. Ну это давно было, лет 10 назад. Тяжело людям таскать это, и холодно там, страшно, холодно там, неутеплено, и дверь туда-сюда в отбор ходит. Вторую дверь не сделали. Замерз человек. Вывод. Вывод. Надо создавать организацию по профсоюзам. Это и раньше создавали, но нужно ее все время воссоздавать. У нас не такое время, что профсоюзы, только вот мы сейчас с вами изучим и пойдем создавать. Нет. Профсоюзы давно уже существуют. И в 19 веке они уже создавались по всему миру. Но из этого не следует, что мы умеем создавать профсоюзы. У нас, как правило, люди не умеются. Там, где они есть, там они, так сказать, и существуют. Вот те, которые есть, они наполовину перешли от предыдущей формации, поскольку уже были профсоюзы в СССР, а наполовину они возникли в период борьбы за, якобы, новое общество. И у нас, соответственно, есть такие два крупных объединения профсоюзов. ФНПР, Федерация независимых профсоюзов России, и КТР, конфедерация профсоюзов России. Конфедерация чем отличается от Федерации, не знаете? Вот когда голосовали, как говорят, за Советский Союз 17 марта 1991 года, вы за обновлённый Союз Советских Социалистических Республик, как Союз Суверенных Государств. Суверенные государства – это такие государства, которые не обязаны подчиняться никакому общему решению. Это конфедерация. Конфедерация. То есть вот мы с вами обсуждали, обсуждали, а теперь давайте решим, как будем делать. Решаем. Вы все за одно проголосовали, а я за другое. Означает ли это, что я должен вам подчиняться? Нет. У нас конфедерация, а не федерация. А вот если федерация, то большинство если решило, то надо подчиняться. Так вот у нас есть конфедерация профсоюзов России. Это новый. Туда входят обедиспетчеры, докеры, профсоюз докеров, профсоюз моряков. Вот такие крупные объединения и так далее. Ну а на какой позиции стоят вот эти крупные объединения? Крупные такие объединения. Не самые крупные в России объединения. Но они стоят на позиции. Чтобы выяснить, на какой позиции стоят, надо посмотреть. А кто вносил в Думу, кто выступал в Думе по вопросу о этой пенсионной реформе? Как вы думаете, кто? Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Исаев Андрей. И я этого Исаева знаю давно, потому что он был отъявленный противник того проекта Трудового кодекса, который мы предлагали, в котором улучшалось положение работников. И сторонник как раз ухудшения положения работников. То есть он кодекс делал проект, такой кодекс под названием проект 8, профсоюзный предлагал. И этот же Андрей Исаев выступал за заемный труд. Это значит, что вы не в коллективе, а как бы вы в другой какой-то лавочке. И вы как бы не в этом коллективе и никакого к этому отношения не имеете. А там есть ваши хозяева. А ваши хозяева ничем не занимаются. Вы работаете здесь, на этом рабочем месте. А числитесь там. Ну, чтобы нельзя было собрать воедино коллектив никакой. Но это не прошло. Частично только прошло. И вот этот Андрей Исаев одновременно на двух должностях. Во-первых, он, как я уже сказал, заместитель председателя Федерации профсоюзов России. Заместитель Шмакова Михаила. Во-вторых, он заместитель руководителя фракции Единой России в Думе. То есть, партия Единой России, это партия кого? Рабочих или работников, трудящихся или работодателей? Капиталистов. Капиталистов. Ну вот он от имени этих капиталистов, будучи заместителем руководителя ФНПР, выступал с предложениями по этому самому. Одно дело, там правительство придумывало эту реформу. Ну, а кто в Думе-то его вносил? Вносил в Думе ее. Вот за нее агитировал Исаев. Уж даже Жириновский был против, да и этот самый Миронов был против. И выступал Шейн, тоже мой дипломник, вот здесь он в ВПК получил диплом по юриспруденции. А так он школьный учитель был по истории в Астрахани. И вот этот самый Шейн выступал против. От справедливой России, он справедливой России. А в свое время он был человеком, который выдвигал наш проект Трудового кодекса России, Фонда Рабочая Академия. Там очень быстро люди меняют свою позицию. То они были за это, теперь они вот за это. Но это объединение профсоюзов. А есть еще профессиональные союзы, это, скажем, все деревообделочники всей страны. Объединились в профессиональный союз деревообделочников. Все металлисты, профсоюз металлисты. Все работники агропромышленного комплекса. Ну не все, а работники агропромышленного комплекса на всех предприятиях. Это значит, в чем там выражается это объединение? А в том, что есть такая структура, которая над этим всем стоит. А профессиональная, профсоюзная организация, первичная, она только на одном предприятии. Ну а если у вас вот есть такая первичная организация, она не работает, что нужно сделать? Ну некоторые говорят, давайте создавать профсоюз. Так она есть у вас. Зачем? Значит, надо взять и переизбрать руководство. А как вот вы прям, вот будет собрание, вы выступите и скажите, я предлагаю вместо Иванова избрать Петрова. Проголосую за вас? Нет. Почему? А вы не приготовились. Ну люди такие вещи готовят, правда? Вот я, допустим, ваш председатель профсоюза. В следующий раз я прихожу, открываю собрание, будем считать, что это не лекция, а собрание. А вы предлагаете в повестку дня, вот вы предлагаете в повестку дня вопроса послушать мой отчет и в связи с этим поставить вопрос о переизбрании. Я говорю, нет, это не допустимо, то и все, ставим на голосование. Ваше проходит, мое не проходит. А почему? А потому что вы всех обошлись, со всеми договорились. А я пришел, и со мной никто не договаривался. Я остался в меньшинстве. Поэтому вранцы избрали кого? Вот его избрали, который он не определился, его избрали, товарища в зеленом рубашке, новому председателю. И все по-новому пошло. Ну то есть это тоже проблема переизбрать. Но думайте, а проще заново все создавать? Так вы заново создадите, тоже может так же закиснуть председатель. Так что если у вас есть профсоюзная организация на вашем предприятии, надо создать инициативную группу, распланировать ее действия, переговорить со всеми. Переговорить, убедить, склонить на сторону того, что нужно избрать. И избрать авторитетного человека, который, по крайней мере, известное время, по крайней мере, известное время, будет волю коллектива выполнять. Почему известное время? Потому что, вы знаете, есть такое понятие, как «скурвился». Выполнял, выполнял. А потом вдруг ему вот она скучила, и не хочет делать, и без инициативы, и без желания, и так далее. Его надо менять. Ну надо уметь менять. Менять надо сверху или снизу. Сверху его никто менять не будет. Такие устраивают. Если я работодатель, меня устраивает, чтобы вы спали, ничего не требовали, ни за что не выступали. Отличный у меня коллектив. Мы живем с коллективом душа в душу. Я им зарплату все время понижаю, понижаю. А не, хоть бы один стал и что-нибудь сказал. А сейчас это за? Да, уважаемый. Хорошо, хороший коллектив. То есть сейчас перед работниками стоит такая задача переизбирать, переизбирать руководство первичных организаций. Не надо замахиваться на что-то большее пока. Да и не нужно пока. Как вы можете на большее замахиваться, если вы не можете решить даже вот на этом низовом уровне? На низовом уровне вполне реальная задача переизбрать руководство первичной организации. И дела пойдут по-другому. И тогда профсоюз может использовать те права, которые есть в трудовом кодексе. А прав там очень много. Если вы там будете читать, какие права в связи с коллективным договором, в коллективном договоре можно писать все, что не противоречит закону. И только то, что улучшает положение работников по сравнению с законом. А вот то, что ухудшает положение работников, даже если вы запишите в коллективный договор, оно недействительно. Вот что такое за документ. И что такое коллективный договор? Это норма права. Локальный нормативный акт. Что хотите, то и делайте. Не хотите, не делайте. Не хотите, пожалуйста. Вы хотите улучшить свою жизнь, улучшайте. Вам законодатель дал, ну как, в лице буржуазного государства. Ну не совсем, потому что на самом деле это законодательство – продукт классовой борьбы. За него те же самые докеры митинги делали около Думы. А ведь диспетчеры голодовки устраивали. А когда проходил митинг, и Жириновский проходил через толпу, одна бабушка древком от какого-то флажка сукнула по голове. После этого он воздержался при голосовании. Не голосовал уже за правительственный проект. Поэтому не надо так понимать, что это просто подарок от правящего класса. Это не подарок, это результат вот той борьбы, которую рабочий класс вел. А если нынешний рабочий класс не умеет вести эту борьбу, или ослабил эту борьбу, ну что я могу сказать? Ну сами виноваты, что так живете. Кого уважают? Сильных или слабых? Ну все уважают сильных. И буржуазии будут уважать сильных. А что, она не уважает слабых? Она так уже настроена, она в своих отношениях друг с другом тоже. Если сильный, она не лезет. А если слабый, съесть его. Они же съедают своих конкурентов. Вообще, правильно? Друг за другом съедать. Было-было и нет уже этого. Уже присоединили, уже отняли, забрали и так далее. Вот задача. То есть прежде чем думать о том, чтобы создавать, когда нужно создавать организацию? Если нет никакого профсоюза у вас, никакого. В этом, в этой первичной, в вашем коллективе, хоть и говорится, что его нет, но на самом деле он есть. Почему? Потому что коллектив складывается объективно. Почему? Потому что крупное машинное производство требует чего? Кооперации. А кооперация что такое? Вот я вас спрошу, вы не скажете, что такое кооперация. Что такое кооперация? Ну, слово для вас знакомое? Да. Знакомое. Пожалуйста. Объединение усилий, самостоятельно. А? Объединение усилий, достижение общей цели. Вот, в целом, правильно. Объединение усилий, достижение общей цели. Вот я приветствую так, что вы не уклонились, дескать, я не знаю, а попытались сформулировать. Потому что если человек хочет чего-то достигать, он должен пытаться пробовать, и тогда у него это будет закрепляться. Значит, Маркс как писал, вам понравится, как Маркс писал, вы с удовольствием это делаете, фиксируете. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Кооперация – это такая форма труда, когда много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Капитализм начался с чего? Как назывались самые первые капиталистические предприятия. Они были кооперативные. Это была простая кооперация. Собираются люди, вместе делают там. Вы табуретку, я табуретку, вы табуретку. Мы соревнуемся, кто больше делает табуреток. А потом появилась кооперация, основанная на разделении труда. Это что? Мануфактура. Совершенно правильно. Вы делаете ножки, я делаю сиденья, они их собирают. А вот третье там красят. Ну, женщин пошлем красить. Они любят красивые, пусть красят. Тем более это вредная работа. Кого направлять на вредную? Это мануфактура. А мануфактура, уже связанная с применением машин, как называется? Фабрика. Вот. Это все кооперация развивается. Поэтому люди думают, вот, обмен, рынок. Так вот, главное-то надо смотреть. Производство какое? Кооперативное. Кооперация. А если будет единый кооператив, это будет уже социализм. Единый кооператив, единая фабрика, единая социализм. Или так Ленин говорил, единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией, означало бы социализм. Вот. Вот такое определение уже социализма. То есть социализм и кооперация неразделим. Некоторые это не замечают, потому что они начинают все думать, как продукцию кому-то дают. Прежде всего ее создают. А создают ее. Там никакого обмена между цехами нету. Никакой там продажи нету. Идет продукт. Проходит одну стадию обработки, вторую, третью, четвертую, надо 20-30, может быть, стадий обработки. И все они вот завязаны воедино. И есть люди, которые это управляют этим процессом. Вот эти управленцы, они совершенно необходимы не только для капиталистического производства, для любого. И по этому поводу тоже Марк, как красивый такой вещь, писал, что всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Стихи. Могу повторить, всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе. Но не трое собрались, не двое в крупном масштабе. Нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ, чтобы они согласованы были, и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Вот это вот управление. И дальше Маркс прибавляет. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. И вроде бы он что делает-то палочкой махать, но кто из вас не может махать палочкой? Я, например, тоже могу махать палочкой, только меня сразу прогонят, если я начну это изображать из себя дирижера. Может, у вас кто-нибудь такой уже продвинутый в области музыки, может, вас кого-то не прогонит, меня точно. Никто не будет спрашивать, я такой, какой профессор. Вы говорите, профессор, да, где, чего, по философии, идите туда. И там вы философствуете. Так что это очень важное дело. Поэтому, скажем, никакой недооценки в управлении быть не может вообще. Вообще, следующая информация – это планово-управляемое хозяйство. Ну, сейчас план есть, а вот у нас в России 70% государственный сектор, а плана нет на 70%. Ну, это безобразие просто. То есть буржуазия у нас опустилась. Она, правда, и не поднималась до этого уровня. Ну, у каждого в своей фабрике-то план есть. Нет ни одной фабрики, нет ни одной монополии, в которой у вас вы будете монополистом. У вас не будет плана, как получить прибыль и откуда брать, где брать сырье и как, где продавать. Будет же, правда, и кто и что будет делать. А вот как только вот уже получился государственный сектор, у нас 70%. Доказываю, рынок все решит, рынок. 70% государственный сектор. И на этот государственный сектор нет никакого плана. А есть закон о стратегическом планировании. И с легкой руки гражданина Улюкаева, который сидит в тюрьме, он заморожен. Правительство пошло на встречу и выполнение этого закона заморожено. Закон есть, а плана нет. Потому что этот план мешает растаскивать государственное добро по карману. Есть такое уральские пельмени, шоу. Они там, такая есть встреча, Улюкаева со своей женой. И он, увлекаясь, спрашивает, ну как, а как с деньгами-то как? А жена говорит, ой, Лешенька, Лешенька, деньги впритык. Дверь откроешь этого гаража, все высыпается. Деньги впритык. Я тебе привезла пирожок. Извини, но у нас кроме черной икры ничего нет. Из черной икры испекла. Остается дорога такая, где нету профсоюзной организации. Сейчас появляются коллективы, в которых уже старые ушли и разошлись. Нету там никакой профсоюзной организации. Значит, там надо создавать. Вот мы с вами подошли к процессу создания. И я думаю, что вот эту лекцию, которую я вам прочитал, можно сказать, необходимость борьбы за создание профсоюзных организаций. Так можно условно обозначить. О создании нам придется отдельно поговорить в следующий раз. Оказалось, что это не такая простая вещь. Потому что у нас уже наше время. Лекции и стекло. Спасибо вам за внимание и терпение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий раз. Еще один раз. Продолжение следует...